Добрый день, ребята! Сегодня мы снова с Рауму Ниту продолжаем чтение его книги «Тайны еврея». И рада сообщить, что мы уже начали перевод второго тома. Это еще пока в самом начале, но я надеюсь, когда мы первый том закончим, уже будет готово начало следующего. Так что это у нас есть работа еще и на будущий год занятий. А пока мы возвращаемся к теме, о которой шла речь в прошлый раз. Это крах династии Кайна, более-менее. Мы говорили о том, что происходит обесценивая личности человека в обществе, и женщины, которые ощущают на себе это, возможно, в большей степени, потому что они ближе к самой линии возрождения, рождения следующего поколения. И они яснее на себе ощущают вот эту невозможность рожать, потому что, как говорится, это говорится у Исаи, по-моему. Там есть просьба, которую мы повторяем в Стахноне, чтобы мы не трудились зазря и не рождали для страха. В том смысле, комментаторы объясняют, что не рождали страх. Это о том, что дети погибнут. То есть не будет продолжения. Это вот главный смысл этого. Это самая тяжелая участь для поколения, для людей, для династии, что у нее нет продолжения в конечном итоге. И вот об этой стороне мы говорили в прошлый раз, но мы остановились как бы на середине. И Раф тут в дальнейшем описывает еще другую сторону этой же проблемы. Видно, да? Он говорит, однако Медраж, то есть другой Медраж, дает ли другое объяснение состояния человечества в этом поколении? Не то, что он противоречит предыдущему, но есть еще другие аспекты. Это объяснение по своей сути является социомедийным. Туваль Каин, первый кузнец Меди, но вот Раф тоже застрялся на том, что это Медь была, потому что больше соответствует реалиям, какого бы то ни было века, если это до Железного века находится, разработал смертоносное оружие, которое хотел испытать. Поэтому Туваль Каин подучивает своего отца, слепого поэта. Мы в прошлый раз читали у Рафа, что приравнивает. Это, собственно, Медраж говорит, что Лемон был слепым, но общий образ создается такой, что, с одной стороны, он сказал первую песню, которая есть у нас в Таре, обращение к его женам, с другой стороны, Медраж говорит, что он был слепой. А вот так создается образ слепого поэта, который, Раф Мениту, он понимает его как общекультурный такой образ, который не случайно, он возникает в разных культурах, образ слепого поэта, который целиком сосредоточен на чем-то внутреннем, а когда вот получается, что он сталкивается с реальностью, то это кончается трагически в данной ситуации. Поэтому Туваль Квайн подучивается у отца слепого поэта сопровождать его на первой в истории ядерное испытание, в кавычках, которое собирается провести, то есть посмотреть, как будет работать его оружие, чтобы осветить это испытание и подготовить статью на эту тему. То есть как бы слепого поэта в данной ситуации играет роль корреспондента прессы. Ну и там, по-моему, в замечании сказано... И не случайно первый газетчик в истории слепый. Все это интересно, да, вот как можно увидеть отражение этих историй Тары и нашей реальности. Уже здесь можно увидеть корень связи между войной и средствами массовой информации. Актуально, да. Они идут к лесу, место испытания, слепыми средствами массовой информации. И там Туваль Кайн видит вдалеке фигуру то ли животного, то ли человека. Это беспечно идущий по лесу Кайн, который после семи поколений от срочки наказания напоминает своим видом животное. Туваль Кайн заряжает свое оружие, складывает вовру отца и направляет на странное существо, которое заметил. И Лемах стреляет. Предоставляет возможность начальству нажать кнопку. Не знаю, на что я считаю. Когда Лемах и Туваль Кайн приближаются к поверженному существу, они обнаруживают, что тело, распростертое перед ними, это тело Каина, пораженного стрелой в центр лба. У вас есть? Да, у нас все есть. Да, все видно. Сейчас. Одна секунда, я сделаю еще раз шару, ладно? Потому что что-то у меня там сбилось. Ну, видно сейчас? Пока нет. Пока нет. Вообще очень странно. Ну, конечно, я не буду продолжать. Просто я хотела... У меня загораживает эта линия. Сейчас я сделаю. Вот. Все теперь хорошо. Согласно другому мидрашу, стрела отрезала первую букву слово «Истина». Эмэн. Запечатленного творцом на лбу Каина. Ну, похоже, мидраж есть. Или это даже не мидраж, а предание про Краголема, что у него было написано на лбу Эмэн. А когда сделали первую букву, остался Мэн. Так что осталось только слово «мёртв». Мэн. Каина умер. Пораженный стрелой. Очень, как сказать, понятно, откуда идея Краголема и Мэд, и Мэд, истина и мёртвая. Разница между истиной и смертью только одна буква. Каин умер пораженной стрелой, но это был только внешний акт, совершивший процесс внутренней смерти. Его окончательная внешняя реализация. Когда исчезает буква Алиф, буква божественности и единства. Почему? Ну, хотя бы потому, что Али, Ашем, Рахеха. Если так будет начинать. Он становится как будто ходячим и функционирующим мертвецом. Ну, короче, он умирает так или иначе. Таким образом, физическое убийство Каина, правнука моего правнука в седьмом поколении после него, это лишь внешний символ смерти, поразивший всё его порождение в тот момент, когда он убил своего брата. Это такая странная фраза, да? Она немножко кажется странной. Мне кажется, что надо её понимать так, что вообще говоря, хотя мы действительно в тот момент, когда он убил своего брата, мы не знаем, какого будет продолжение. Ему даётся отсрочка за отсрочкой. Но ретроспективно, когда проходит семь поколений, и он не может доказать свою правоту, и не может правильно расстаться, и умирает, ретроспективно эта смерть показывает, что на самом деле он и раньше уже был фактически мертв. То есть это опять некоторое такое сложное взаимодействие между будущим и прошлым. Этот медраж говорит об обществе, которое пожирает, разрушая себя собственными руками. То есть не случайно в этом персонажем этого медража является Кувалькань. который очевидным образом начинает производство, в частности, производство оружия. Не случайно там железо, медиа, это всё вообще ассоциируется часто в таре с убийством, с оружием, а не просто какими-то другими инструментами. Хотя они тоже важны бывают в жизни. Но мне кажется, это действительно занятный факт. Я только сейчас об этом подумала, потому что если мы посмотрим на археологические раскопки, какие металлы в раскопках, в древних храбницах или при каких-то раскопках, в какой форме можно найти медное металлическое изделие? Только кинжал. В основном кинжал. Или меч. Так что это не случайно такое приравнивание кузнеца к производителю оружия. Лемех, который осознает, что история таким образом осудила Каина. То есть мы понимаем, что суд уже совершился и поколения, следующее поколение как бы теряют легитимацию свою как продолжателей дела Каина или возможность что-то исправить в жизни. И он в гневе и отчаянии бьет одну рукой другую и насмерть поражает Туваль Каина своего сына. И вот Лемех вернулся к своим женам с двумя телами в руках, с тем, кто начал их династию Каина и тем, на ком она заканчивается, Туваль Каина, с мужчиной и отроком. Суд история свершился. В этом рассказе писания, так же, как и в современную эпоху, именно женщины первым понимают правду. Так он видит современную эпоху Роярошкина. Он понимает, что те, кто ближе всего к процессу рождения, они острее всего чувствуют вот эту трагическую ситуацию в обществе. Они отказываются рожать, утверждая, что общество, создающее ядерную бомбу, это общество, выбирающее смерть, а не жизнь. Жон Лемех утверждает, что в таком агрессивном в жестоком мире нет смысла рожать детей. Они знают, что отсрочка на семь поколений была дана кайну для того, чтобы судила его история. И если он был убит, причем так жестоко, это означает, что отсрочка кончилась, и больше нет смысла продолжать переводить детей в мир. Как говорил Медраж, зачем рожать для уничтожения? это шаяу а, я даже что-то привела. Лёй гулерейк бело ильдуль лимхила. Хизера, не важно, так сказать, главное, то, что он имеет в виду. Итак, на этом этапе человечество заходит в тухлик. Думаю, могли бы еще добавить к окончанию этого главы, прежде чем перейдем к заключению, которое, в принципе, повторяет немножко те вещи, о которых мы говорили раньше. Всё вроде понятно или ничего не понятно? Интересно, что в наше время умирает отец или предок и желание наоборот продолжать жить дальше, продолжать династию. А у них совершенно обратная реакция. Умер предок и всё пропало. Это соответствующая ситуация. Хайна действительно как бы суд над Хайном он всё время откладывается. Его отложили на семь поколений решение суда. Но он есть. И все как бы про это знают. Жизнь идёт в надежде, что в конечном итоге Хайн и все его потомки будут оправданы. Теоретически они вообще могли бы что-то исправить. Хайн мог бы исправить. Следующее поколение могли бы исправить. Но то, что для них Хайн погибает, это уже знак того, что всё, отсрочка кончилась. Их уже жизнь не имеет большого смысла, большого значения. Хотя внешние признаки вот этого падения, как мы уже говорили, это исчезновение смысла личности в обществе, потеря индивидуальности и наращивание вооружений, которое собственно грозит смерти всё равно так или иначе всему человечеству. И это собственно причина, по которой женщины отказываются рожать. И как бы с другой стороны Лемен, который приходит и возражает, говорит, а мы же это уже читали, да, он наоборот хочет, чтобы они продолжали рожать. Мало ли что, какие рассуждения можно приводить действительно наше поколение обречено по всем этим причинам. Тем не менее, и вот мы видели Минраж, по-моему, мы его уже все видели, да, когда Жанна приходит еще не видим. Дальше будет Минраж. Ну да, перед рождением Шета, наверное. Да, да. Но это такой не очень сильный спойлер. Минраж очень известный, можно его пересказать, когда они пришли на суд к Адаму, поскольку он был глава всех поколений, он еще в те времена жил, несмотря на то, что Каймин, они стали жаловаться, Левинг стал жаловаться, что жены от него отделились. И Адам сказал, вы там много расчетов делаете, но это не ваше дело, вы обязаны выполнять заповедь, кладиться, размножаться без всяких расчетов. То есть, на самом деле, это вопрос, женщины, насколько женщины обязаны, не обязаны, но это совсем не в этом дело. Концептуальный вопрос, в данном случае, рожать или не рожать. То есть, не делать расчет, а рожать детей. А тогда они пускали врачу излечившись сам, а ты вот отделился от жены после того, согрешил и перестал рожать детей. Так почему ты сам не выполняешь то, что ты нам говоришь? И вот после этого он родился. Так что, в принципе, это рассуждение, хотя оно как бы этот протест, он может быть и оправдан, но Домидранс все-таки выступает против него. Хорошо, мы знаем, что потом будет поток, и все погибли. И что? А может, и не будет. И все время нам Манитур подчеркивает, что мы должны понимать, что все опции еще открыты. Все очень сильно зависят от нашего выбора, от выбора поколения. И все еще может кончиться хорошо. Вдруг потопа не будет. Вдруг все придет Мессия. Вдруг они все исправятся. Мы ничего не знаем еще. В этот момент все открыто. Поэтому на самом деле ты прав, что это более верное отношение продолжать рожать детей, развивать цивилизацию и этим самым может быть дать какой-то шанс не уменьшать его шансы. Но мы видим здесь две стороны. Одна сторона это источник протеста и он понять. А другая сторона что тем не менее рожать детей надо. Это логично. Ну да, конечно. То есть они были сами осознавали себя в подвешенном состоянии все эти семь поколений. да. Да. Я думаю так в общем следует из такого понимания которое нам представляет момента. Может быть прочтешь заключение? Да. Заключение Адам и Хава привели в мир Каина и Гевеля. После убийства Гевеля Каин родил Ханоха и построил город, который назвал в честь своего сына Ханох. Ханох родил Ирада, который родил Мехуяэля, который родил Метушаэля, который родил Лемех. Общество все больше деградировало, пока в седьмом поколении от Адама и в шестом поколении от Каина не достигло вершинных функциональностей в четырех детях Лемех. В этом поколении Туваль Каин посвенно убил своего предка Каина и сам был убит Лемех своим отцом, который вернулся к своим женам с двумя телами. Теперь история выносит свой суд династии Каина. Ее приговор гласит, что основатель династии был убийцей. Теперь картина проясняется. Все человечество стоит на грани уничтожения. В отчаянии Лемех предлагает своим женам, поскольку мы не можем решить стоящую перед нами общечеловеческую проблему, давайте пойдем и попросим совета у судей истории у нашего братца Адам. И вот этот Медраж. И познал Адам еще жену свою. Лемех пришел к Адаму и пожаловался на своих жен. Адам сказал им, разве на вас возложено вникать в установление Всевышнего? Вы должны делать то, что вам заповедано, а он будет делать свое дело. они сказали украсть сначала себя. Имеется ввиду, кто поговорил, да? Да. Разве не отделился ты от своей жены тому уже 130 лет, с тех пор, как через тебя наказанием стала смерть. Сразу же сказано и познал Адам еще. Рассказ Писания не сообщает никакой информации о том, что происходило с Адамом в течение семи поколений отсрочки. И вот Лемех и его жены приходят к Адаму и рассказывают о возникшем у них споре. Они спрашивают его совета, и Адам отвечает, что они должны продолжать рожать детей и выполнять заповедь Творца плодиться и размножаться, не занимаясь расчетами. Вы не можете принять такое серьезное решение и остановить продолжение человеческого рода, увещевает Адам своих потомков. Но жены Лемеха отвечают ему, опираясь на его же слова, укрась сначала себя, разве не отделился ты от своей жены тому уже сто тридцать лет, с тех пор, как через тебя наказанием стала смерть. Ведь с того момента, как Каин убил Гевеля, Адам отделился от своей жены, и у них больше не было детей. И сразу же после этого и познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Шек, так как доставил Бог мне потомка другого, вместо Гевеля, которого убил Каин. Адам вернулся к Хаве своей жене, и вместо Гевеля у них родился еще один сын. Перед нами поворот в истории человечества. Получается, что вот эта династия, обреченная на смерть, династия Каина, ее последним шагом было, что они дали такой позитивный импульс Адаму, своему предку, и от этого как раз появился новый шанс. Это классно, да, я об этом никогда не думала, это замечательная идея, действительно, ее медраж носит, конечно, потому что ее совсем нету в Таре, но для медража, видимо, это очень важно, потому что в общем в мировоззренческом смысле ничто вообще в мире не может существовать полностью бессмысленно, да, поскольку все, что существует в мире, у нее есть какая-то функция, если кто-то как ты когда-то приводил пример, что может вся задача твоя во всю прошедшую жизнь была передать кому-то салон, помнишь, да, то есть есть важность в любом даже самом негативном проявлении, да, даже ошибочное, даже злодейское, оно в конечном итоге тем или другим способом оно должно принести какой-то свой вклад в развитие позитивной задачи человечества. У этого, кстати, у этой идеи есть много других реализаций, например, идея либератного брака с этим связана, да, если, скажем, брат умер, предполагается, что он умер, так сказать, за какие-то свои грехи, и считается, что брат бездетным умер, брат другой должен взять жену и его бывшую жену, чтобы воспроизвести потомство, как бы вытащить какие-то важные, скажем, искры, важные компоненты, чтобы они не пропали совсем со смерти этого человека, даже если он сам был неправ, не нужен, заслуживал смерть. Тем не менее, и такая же, эта же идея, например, Майдану и на ее во многих местах применяют в частности к дочерям Лоты, что они решили родить детей от их отца, очень кратко, это статья на 50 страниц. Это попытка вытащить позитивное из дома, который целиком погиб, но Лот как житель из дома, единственные оставшиеся из него, они выбирают необходимые какие-то свойства, которые должны были быть скромены из дома, ну и потом в дальнейшем тоже они как-то подсоединяются к Израилю так или иначе. Ну да, пробуждение снизу, то есть в самой низкой точке рождается позитивный импульс, который дает новые пробуждения, новый толчок. Это тоже верно, да, это не совсем то, что я сказала, но в данном случае это, конечно, вера. Это не просто, что мы взяли что-то позитивное из династии Кайна, поскольку про это просто говорит Медра, что жена Ноха была из династии Кайна, то есть она совсем неотрезана ее генетика, но ты говоришь более интересную вещь, что именно оттуда приходит импульс, О третьем сыне Адама и Хавы очень мало сказано в Торе, однако его рождение дает миру новую надежду. Несмотря на то, что о нем рассказано очень мало, из повествования Торы следует, что на самом деле был самым важным сыном. Однако основная идея, представленная здесь, это дарование отсрочки. Рассказ писания о первых поколениях полон пессимизма, трагедий и неудач. Всякий раз, когда человеческое общество решает основывать свою культуру на принципе подчинения и стирании другого, оно деградирует, пока не приходит к самоуничтожению. Однако долготерпение Творца выражается в том, что сразу, как только заканчивается первая отсрочка, появляется вторая. Из человеческой природы, из самой человеческой идентичности произрастает новая надежда на Машиах, третий сын, которого Бог поставил на место Эвеля, неудавшегося воспитателя. Отсюда пойдет новая цепочка порождения человека, которая займет место убитого Эвеля и его нерожденных потомков. С этого момента мы наблюдаем две династии, составляющие то человечество, которое мы знаем из истории, династию Каина и династию Шета. Человечество получает еще одну отсрочку для решения проблемы истории, а именно уравнения братства. И ради достижения этой цели необходимо, чтобы развитие порождений через праотцов сосчиталось с нравственным законом, чтобы они не разделялись. Сможет ли человечество разумно и правильно использовать эту новую отсрочку? Это вопрос. Это вопрос как бы время стоит, каждый раз. Ну да, мы тоже все-таки живем в отсрочке какой-то. Очередной отсрочке, да. Теперь переходим к следующей династии, к потомкам Шета. кто-нибудь может хочется еще почитать? Или готов просто? Ну, давай я теперь почитаю. Или ты продолжай. продолжай. Хорошо. Глава первого рождения Шета. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Шета. Так как доставил Шета, Бог мне другого потомка вместо Хевеля, которого убил Каин. Неожиданность, связанная с рождением Шета, не намного меньше, чем при рождении Каина и Хевеля. Мир, который наполнился первыми людьми, вдруг и почти за один раз опустел. Из-за убийства своего младшего сына его старшим братом Адам отделяется от своей жены. Из-за убийства Каина и Туваль Каина жены лемеха отделяются от лемеха. У человечества еще молоко на губах не обсохло, а кровь уже проливают как воду. Люди погибают в рассвете сил, и все творение оказывается под угрозой уничтожения. Зло, ревность и ненависть наполняют мировую атмосферу. Выживание человечества оказывается под большим вопросом. Давай прочтем еще эти ссылки, что имеется ввиду. Не только смерть на физическом уровне, но и исчезновение тех качеств, которые эти люди воплощали в своей жизни. Как это видно из главы Акайны Эйбелла. У них были потенциально важные качества, которые могли реализоваться в позитивном смысле, и они исчезли. То есть они уже не проявляются в их потомку вообще. Таким образом, неожиданность рождения Шетта подобна неожиданности рождения Крабли Эйбелла. То есть идентичность новая приходит в мир. Это что-то для нас должно быть не очевидно, не просто. И насчет деградации. Пример этой деградации подчеркивается в следующем Медраши. и сказал Лемих женам своим. А именно однажды вышел Лемих в поле, встретил Каина с его отроком и стал их оскорблять. Они набросились на него и стали избивать и наносить раны. Тогда Лемих собрался с силами и убил их. И пришел он после этого к своим женам, но они не приняли его. Он сказал им пойдемте на суд. Это другой вариант того, как мир деградирует. У каждого есть какой-то собственный взгляд на деградацию. Поколение так или иначе все они его и опрессуют. Вот тут сказано, что люди воплощали качество и они ушли. Хевилл это воспитатель, а Каин какое качество воплощал? Ну, он был первенец. На самом деле все надежды были на него. Он должен был воспитаться и в результате стать спасителем. Но он этого не захотел. Он этого не смог сказать. Они оба не смогли выполнить то, что на них спасло. Это не случайно, потому что Эвел изначально пастух. Пастух это всегда что-то такое. Хотя наши все прадцы пастухи и так далее, но не основательные. Тот, кто работает на земле, это тот, кто должен в общем на кого возложено исправить грех земли, исправить грех Адама, поднять человечество на уровень, на высокий уровень. Да, когда это не случайно народ Израиля для нас так важна земля, потому что именно на земле мы должны воплотить идеалы, они чисто в духовном и наполовину в духовном мире. Я иногда думаю, что именно поэтому, поскольку с земледельцами у Всевышнего никак не получилось, он решил делать такой опыт и взял все же пастухов и их посадил на землю, присоединил к земле. К земле, надеюсь, таким образом можно достигнуть этого соединения духовного и материального, которое в общем-то было возложено на Каина и Гевеля, но не реализовалось. То есть Каин это как бы Адам, человек, взятый из земли, Адама, и он как бы цель творения, а Гевель он такой воспитатель, наставник, то есть его корректирует, направляет, напоминает, что он делает, получается так. У меня такое ощущение. Да, интересно. Это из многих мест. Мы вообще не видим, что он конечно предпочел жертву Гевеля, но мы не видим, что Всевышний общался с Гевелем. Он разговаривает с Каиной. Конечно, он разговаривает потому, что Гевель не выполняет свои функции воспитателя, и Бог хочет это как-то восполнить, сам воспитать Каину. Но тем не менее, это показывает, что на Каине у нас Бог, на его миссии и с ним Бог разговаривает. Так мне кажется. Если у нас собеседником Бога был Адам, то эту роль продолжает Каин именно, а не Гевель. Лемих и его жены приходят к Адаму, чтобы рассказать ему о своих горестях. Их резкие слова толкают его к действию. Исправь сначала себя, ведь вот уже 130 лет, как ты отделился от своей жены, и с тех пор, как из-за тебя наказанием стала смерть. Разве ты хочешь способствовать уничтожению всего человечества? Помни, именно из-за тебя человечество страдает, за твой давний грех. И сразу же познал Каин еще жену свою, более того, усилилось у него желание близости с ней. Это Медраше, так сказано, да? Да, видимо. Что я хотел сказать? Это перекликается с тем, что ты говорила, что это в общем-то правильная реакция на то, что исправление нужно воспитывать. Нужно рожать детей, надо их воспитывать, надо дать им возможность человечеству существовать. ну да, что они как бы наверх свой упрек направляют, наверх в смысле в прошлое, в корень своего предка, что из-за тебя это все и ты должен исправить, посмотри, к чему пришло то, что твои действия в конечном итоге привели. И у него как получается тшува происходит, он переворачивается и начинает опять же процесс порождений. После столь долгого отделения Адам возвращается к своей жене изменившимся. Его желание соития сильнее и крепче, и он полон решимости спасти человечество от уничтожения. Вот как они его зажгли. Сын, который у них только что родился силен и устойчив. Внутренняя духовность Адама впервые переходит из потенциального состояния в актуальное и нарекла ему имя Шет. На этом историческом этапе родился третий сын Шет, названный другим потомком. Что это за слова другой потомок? Бог дал мне другого сына. Это история. Действительно, он в мир приходит замена Хевеля, так как его убил Каин. Шет раскрывает духовность, потенциально заключенную в Адаме и частично в Хевеле. И родил он по подобию своему, по образу своему. Святой Орахаем в комментарии к этому стиху объясняет. То, что Каин и Эвель были рождены с помощью аспекта зла, означает, что они были близко к дурному деянию. А этот сын был далек от аспекта зла, потому что нечистота уже ушла. И поэтому сказано по подобию своему. Нечистота ушла в смысле в виде Каина ушла нечистота. Возможно. Кроме того, это Орахаем Латадош, он же хаббалист такой. Тут замешаны всякие другие более глубокие соображения. Не знаю, стоит ли них не хватит. Ну, точно так же, как у Авраама первый был, Ишмаэль, у Ицхака был Исаф, что вначале как бы отходит Клипа в этом смысле. Может быть. мне кажется, я это где-то сохранила. Да, вот тут есть. Это дальше, да. Почему-то у меня не сохранился текст. Так по баллу не разрешают пока. Ну, не важно. Давайте прочтем. Ну, это также имеется здесь. Ну, в объяснении можно прочесть попозже, конечно. Имеется ввиду, что Медра, что змей некоторую туму семя, он все-таки сквернил хаву. И поэтому на ее первых детях была некоторая нечистота скверна, которая больше больше меньше степени, я говорю, в меньшей степени, а в большей степени она как-то подсоединилась. То есть, мне кажется, тут он на этом остался. А Шайд уже был далек от этого события. как это понимать? может быть, может быть, аналогично твоему объяснению, сначала клепот они как-то отходят. Может быть, это как раз оно и значит, или похоже вечно. Сын был далек от аспекта зла, потому что нечистота уже ушла, и поэтому сказано по подобию своему. Кроме того, первые два оба умерли. Эвель сразу окавен во время уничтожения поколения потопа. И на Шейте был основан мир. Поэтому сказано по подобию своему, по образу своему, подобно Адаму, с которого началось построение мира. Он также был третьим сыном, что связано со святостью. Идея выучена в примере Левия, третьего сына Иакова. Да, вот иначе упомянул первых сыновей. Ну, это в предыдущих случаях, что они как бы оказываются не совсем святы. Но даже у Иакова есть некоторая особая святость в третьем сыне. на самом деле у Иакова ситуация другая, что было детей 12 в результате. Никто из них не откололся. Может быть у них были опасения у братьев, что кто-то здесь окажется вне игры так же как в предыдущих поколениях. Но Иакова именно этим характером, что все его дети остались внутри, несмотря на все разногласия и сложности, которые были между именем. Но больше святость в третьем это интересно. Как описано в первой главе, Земля смогла создать из себя зелень, траву, деревья и фрукты, домашних и диких животных и, наконец, самое высокое естественное существо, а именно древнего змея, во всем похожего на Адама. Он ходит на двух ногах, умеет говорить, и у него также есть пророческие способности, то есть он слышит слово Господа. Почитаем с носком. Да, вот тут я это самое. Да, Тусефта, издание Либермана, Сота 417. Ты находишь относительно древнего змея, который был умнее всех домашних животных и всех диких зверей. Он захотел убить Адама и жениться на Хаве. Сказал ему Всевышний, я сказал, что ты будешь прямоходящим, как человек. Теперь же, раз ты не захотел, на чреве своем ты будешь ходить. Там Тусефта более длинная, там несколько упреков змею есть, я просто записала себе здесь, она почему-то не сохранилась, к сожалению. Просто сейчас не буду открывать заново Тусефту, но там несколько упреков можно говорить, я тебя сделал как бы во всем равным человеку, не только прямоходящим, чтобы ты ел, как человек и прочее, и прочее. А ты все это отверг и в результате ты на чреве своем будешь ходить, потому что ты не захотел быть как человек. Но жалко, что мне понравился медрак с занятными. Но мы уже говорили про змею, что собственно это недоделанный человек вроде бы изначально на всем случае был во всем подобен человеку, кроме того, что у него не было нравственного начала, у него нет морали. Однако несмотря на общее между змеем и Адамом, у змея отсутствует одно из самых основных и существенных качеств. У него нет морали. Факт заключается в том, что только человеку было запрещено есть от древа познания добра и зла. И это является основой морали в мире. то, что называют рафширки гетерономная этика, внешние указания, что делать, а что не делать. А у змея этого, соответственно, не было. А почему это означает, что у него нет морали? Не имеет смысла ему никакой этик ему давать, потому что для него это все не имеет значения? Так я не знаю. Я думаю, морали то и есть наличие этого указания внешнего и как следствие выбора следовать ему или нет. Если у змея не было выбора, за что его наказывать? Если он просто какое-то детерминированное существо, не имеющего выбора, вот этот диалог между Богом, который Тасевта приводит, и змеем, он говорит, я тебе дал возможности как у человека, но ты их не мог нормально реализовать. У него выбор как бы был. Возможности у него были, но они только проявили то, что он не в состоянии вообще воспринимать вот это, быть моральным или не моральным. Для него морали вообще не существует. Он делает то, что хочет. а у человека именно есть выбор слушаться Всевышнего или не слушаться. Помимо это как-то немножко разные вещи, да. Вот с одной стороны змея же мог сказать, ты мне не давал никаких запретов, что ты ко мне имеешь претензии. Тем не менее, Бог к нему имеет претензии. И это часто встречается. То же самое житель из дома. Им же не давали никаких запретов. И то, в чем их упрекает писание, ничего такого ужасного там нет. У них был закон аморальный. У них же не было пророков, им не давали тару и так далее. Они могли бы сказать, зашел нас наказан. Тем не менее, моральное поведение ожидается от человека. Вот именно здесь и проходит граница между змеем и человеком, что от него даже не ожидается морально. Хотя теоретически может быть и могло быть. Я понятно сказала? Или я немножко запутала вас? нет, понятно, но вся эта ситуация все равно непонятна. Он же слышал этот голос, и он обращается к Хаве, верно ли сказал Бог. Он это знает, но почему-то он к себе это не относит. Он сам к себе это не относит, или Бог это к нему не отнес. Скорее к нему Бог не относится к запрету. То есть он знает, что у кого-то другого есть запрет, и к нему не относится. Хотя он тоже там ходит на двух ногах, он слышал этот голос. Но он сказал человеку, а и Бог ничего такого не говорил. Тем не менее претензии к нему все равно есть. Почему его наказывают, если он вообще к нему не было вообще никаких как раз вот эта первая идея, что должна земля была произвести вот этого естественного человека, и понятия аморали, соответственно, они должны точно так же в нем самом родиться, что он должен был сам понять, что я тоже не должен и так далее. Может быть, его можно было есть, но то, что он повелся аморально и соблазнил человека, это как бы его обвиняет, это основа для обвинения, может быть, можно предположить, что от него не требуется более высокой морали, соблюдать какие-то вещи, которые человек не понимает, но всевышний от него требует. Есть многие вещи, есть заповеди, которые мы понимаем их смысл, можем осознать, может быть, не до конца, большую часть или большую часть а из-за людей, которые мы не понимаем, там красных коровок и так далее. И вот приходит Бог и говорит ему Адаму, не ешь от этого дерева, а Ахава смотрит и говорит, ну, Адам и Павел говорит, возьмем простые случаи, а смотрит, хороший плод, и Адам говорит, плод, почему не съесть, это некоторый запрет, который мы не понимаем, почему запрещено, но это имеет какое-то отношение к морали, и это включено на самом деле в мораль, слушать слово Всевышнего, а может быть, у змея более низкие уровни, от него этого не требуют, но простые вещи, которые не делать гадости своим ближним, не стремиться отнять у него жену, это на самом деле от него ожидается, но это такое предположение. Так может быть, наоборот, к змею были более высокие требования, что вот этот естественный человек, который произвела земля, и он сам должен был понимать все, но с ним ничего не получился, тогда Бог делает Адама сам, и ему сам же говорит, что делать, а что не делать. Смотри, теоретически по мидрашам уже Адаму были даны семь заповедей но истаре этого мы прямо не видим, и действительно в нашем обсуждении непонятно, знал ли Каин, понимал ли, что запрет убийства. Есть некоторые заповеди, которые человек должен осознавать сам, понимать, доходить до этого, что это аморально, а есть вещи, которые мы должны слушать Всевышнего, даже если мы не понимаем, в чем здесь моральная основа, но она есть. И в этом тоже вот, на самом деле, ведь мораль в зачастом, в зачастом виде есть, она и у животных. Это не то, что у них совсем нет морали. Они понимают, что собака запрещает слезать на диван, когда ты входишь в комнату, она с виноватым видом слезает с дивана. Она понимает, что этого нельзя, ему запрещено. И она как бы не будет... Есть инстинкты, скажете, что это инстинкты, но это какие-то зачатки морали. Но это неравнозначно морали человек. А змеи это вот такой продвинутый животный, который ведет себя совершенно морально. Что от него все-таки не ожидалось. Так вот, мне кажется. Да, интересно. Можно я скажу? Меня тут может я не знаю. Мне кажется, что значит, змея у нас обладал пророческим даром. Он знал все. Слышал. У него было пророческое. Вот смотрите, что получается. Что самое большое зло, которое он сделал, это он умолчал. Что значит быть подобными Богу? Это значит распоряжаться чужой жизнью. То есть это и есть убийство. Он соблазнил тем, что на самом деле ужасно. Интересно. Он не договорил. Да, я сама удивилась вот сама от себя сейчас. Он не договорил. То есть получается, что это самая страшная, самая аморальная вещь. Обладая информацией, умолчать ее, из-за чего смысл может перевернуться. Поставить все с ног на голову. И он постоянно вот так поступает. он не договаривает, замалчивает, полунамеками как-то вот хитрит, юлит. Мне кажется, вот из-за этого начались все проблемы. Он им просто не договорил. Они не могли знать. Если бы змей был самим собой простым и прямым, вот как природа, да, то было бы все честно, а он так не сделал. Ну, то, что змея мораль, да, нам понять, а у него нет ее. Но это не снимает вины, конечно, Адамы, который не послушал его, слава богу. Змеи змеи, тебя соблазняют, а ты не соблазняешься. В этом смысле обвинять его во всем? Вообще во всем. Нет, я не обвиняю его во всем. Адам разве знал плод какого дерева он пробовать собрал? Конечно, нет, конечно. Я просто, ну, у меня упущение, вы знаете. Нет, но он же еще и на хаву свалил там, а я причем? Адам на хаву свалил, да. Да, и вот также продолжают не нести ответственность, вот это вот, когда люди несут ответственность, они страдают и делают шуго автоматически, потому что эта ответственность их гнетет, правильно? Это правда. А, спасибо. да, это интересная мысль, что вот это вот, быть как боги, это распоряжаться жизнью, это как бы наложило пятно на человечество в дальнейшем. Возможно, что-то в этом есть. Надо эту мысль еще потом подумать. ну да, интересная мысль. Продолжим мне? Я не думаю, где бы нам останавливаться. или ну как скажешь, у тебя есть еще длины? У меня есть, я поздно приезжаю, это рано утром на самолет. У меня есть время, так сказать, у меня такая обычай заканчивает это 50 минут, час, потому что потом снижается наша способность восприятия, то есть обычно снижается. Лекции, конечно, идут полтора часа в университете, просто видно, как через 50 минут внимание начинает просеиваться. Ну давай почитаем еще, да, может быть, до какой-то логичной точки дойдем. Хотя там был сотворен из праха земного, и в нем есть материальная часть, связанная с первичной материей всего творения, ну вот сутка на что это, первичная материя, но у него есть также духовная часть, та душа, которую творец вдохнул в него сам, то есть того, что у змея нет, который является частью Бога свыше. Тот образ Бога, который является в человеке частью, которая, с одной стороны, способна к познанию Творца, кроме этого в нравственности, в братство и отдачу. То есть есть здесь эти вещи связаны, конечно. Нравственность, она, собственно, образуется, когда у нас правильное отношение на нравственности в общем смысле базируется вот это правильное братство. Когда мы найдем правильную нравственность, мы сможем разрешить правильно уравнение братства, о котором говорит брат. и оно связано с отдачей. Никак не может быть иначе, потому что когда мы готовы отдавать это проявление братства, проявление нравственности и так далее. И все это связано с познанием Творца, потому что если мы отделяемся от Творца, то уже нравственность перестает работать. На самом деле Каин находится под влиянием древнего змея, оставившего в память свою нечистоту. Змея это самое высокое естественное человеческое существо, которое Творение может создать на основе самого себя. Это вот все мы видим. Каин наделен огромными душевными силами, однако без правильного их направления эти природные силы чрезвычайно опасны и разрушительны для него самого, а также для всех, кто его окружает. Это вот тоже связано с вопросом почему именно Каин, что должен был Каин кем он должен был стать, почему на него направлен фокус истории. У него действительно в нем заключены огромные силы, поэтому он обрабатывает землю. Это пастушок, конечно, приукрашивает его, но он сидит красным камзольчиком на завалинке, играет на дуночке вокруг овечки пляж. Конечно, все не так постарально, но тем не менее гораздо менее напряжено, требует гораздо меньше физических, природных сил. Вот эти природные силы, они были у Каина направлены не совсем, они были направлены неправильно. в отличие от него Шен это прямое продолжение своего отца Адама. Так же, как и отец, он сочетает все материальности и духовности. Образ Бога, духовную душу, способную к рабственности. Теперь Шен должен заполнить пустоту, которая осталась после убийства Гевина, и выполнить его миссию более успешно. Если он тоже потерпит неудачу, все человечество снова окажется на пороге самонечтожения, настолько ужасного, что его последствия невозможно предвидеть. Нечто от этого разрушения открывается, когда заканчивается семь поколений отсрочки данной Каины. От Каина до Туваль-Каина проходит семь поколений. Общество Каина изменяется кучем, но в то же время становится все более и более функциональным, пока семь поколений отсрочки, которые Бог дает Каин, не заканчивается тройным убийством. Тройной имеется в виду, что собственно там убит Каина его последний потомок, но кроме того следующие потомки тоже не появятся из-за того, что женщина откажется рожать. Однако главным признаком провала общества Каина является создание движения за равные права женщины. женщины откажется рожать осоздают эту культуру неисчезновения, когда первая запад и вторая грубо нарушается, то есть не убей, человечество на самом деле стоит на грани тотального самоубийства. Естественно, человечество постепенно уничтожает само себя. Когда человек интегрирует нравственную, игнорирует нравственную проблему отношений с другими, у него остаются только темные эгоистические потребности, которые не оставляют места в его мире даже для него самого. Это как бы не совсем понятно, но оно так и работает. Потому что когда это как если я только для себя живу, как я вот сказал, то и что от меня ничего не остается в этом мире. И тогда человек уничтожает все, что дает ему жизнь. И таким образом пилит суд, на котором он сидит. То есть это божественная милость, которая дает ему жизнь. Если он использует во зло, не умножает ее, не дает другим ничего, игнорирует нравственность, то те силы, которые ему даются свыше, они уходят. Анализ исторических событий всех культур империй, с которыми народы Израиля сталкиваются на протяжении человеческой истории, с самого начала настоящего времени показывает, что процесс, который вторая сопровождает династию Каина, в той же мере происходит во всех человеческих государствах, которые господствовали в истории человечества. Рождение, развитие, необузданная экспансия, окажется, что она сейчас, это действительно очень похожая схема, повторяющая изразов врага. Силы не имеют, это некоторый такой процесс, который называется положительная обратная связь. Чем больше император захватывает, тем больше у него земли, тем больше у него подвес, тем больше у него денег, тем больше он снова может захватывать новые земли. А потом это все разрушается. То, что положительная обратная связь, сжигает систему. И вершина, ведущая к самоуничтожению. То есть на какой-то вершине империи эти все разваливаются. Пока в конце концов это царство не исчезает в тьме истории. Народ Израиля переживает семь таких культур, как это описывает Медракш. Раби Шимон бен Лакиш разъяснял этот стих как перечисление царств. То есть первый стих это не случайно. Он берет именно этот стих и занимается толкованием. Толкование в данном случае это толкование Агады, но тот же метод используется в основном используется в выведении новых законов для решения вопросов плохих. Закон. Когда берут хотят найти или привязать какой-то закон в таре берут стих и находят в нем скрытый смысл неочевидный при простом чтении. Это некоторый такой процесс вроде бы вскрытия консервной банки означается вот таким знаком решивок толкованием. То есть это метод, который развили наши мудрецы мишни потом в Талмуде и в данном случае применяет Рабишман Ганлаки что-то платит, но они временами это применяют в области Агады. И не случайно, то есть он мог выбрать другой похожий стиль и тоже из него сделать похожий вывод. Но ему важно сказать, что вот эта идея заложена прямо в сотворении мира. Рабишман Ганлаки разъяснял как перечисление царств. Земля была пуста, это Вабилон, как сказано в книге Эрмияу, вижу я землю и вот пустота. И хаотично, это мидия. И поспешно у Виле Амана связь какая-то ситативной с мидией, поспешно это есть какая-то связь со словом Бога. Это хаос первоначальный. И тьма это Греция, которая затемнила глаза народа Израиля своими указами надбездной это нынешнее злодейское царство, то есть Рим имеется в виду. Как эту бездну невозможно измерить, так и это злодейское царство невозможно измерить. И дух Божий металл это дух Машир. царство царств, которые одно за другим восходит, заходит. А сейчас мы находимся в конце седьмой отсрочки человечества на пороге окончания истории. Стихи 24-25 главе это место перехода от досадного провала династии Каина к великому обещанию династии Шефа. Если Каин будет отомщен всемиро, то Лемих в 77 раз. И познал Адам еще свою, и она родила сына и нарекла ему Машир. Так как доставил бог мне потомка другого места Хевеля, которого Билл Хайн. С рождением Шета возникают два основных архетипа истории, реализующихся в двух параллельных династиях, из которых состоит все человечество. И вот на этом мы эту главу закончим. И в следующий раз будет следующая глава от поколения к поколению, где мы будем говорить о потомках Каин и потом Билл Хетов параллельно. Ну на этом мы действительно закончим. Если кто-то хочет добавить или просто хочет добавить. Да, никому я сегодня еще хочу сказать. Смотрите, что у человечества получается как интересно. Как значит решать слушаться Бога или нет, так мы первые все. А как брать ответственность за плохие поступки, так мы последние все люди. То есть нас змей как перевернул, так и идет дальше. То есть люди как нарушать заповеди, так это мы смело принимаем решение взвешено. а как вот за такие вот между человеческие отношения мы видите ли тут сразу в кусты. Получается так. Я вот слушаю это. Ответственность люди берут очень неохотно. Нравственность это действительно принятие ответственности. И этот вопрос очень очень волнует и волновал и волновал особенно в те времена, когда раб начал развивать свои учения. Это как бы скажем после окончания Второй мировой войны, когда этот вопрос стоял очень 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 остро. И философы всякие, парижские школы они и винар в том числе и другие для них это вопрос был одним из главных вопрос нравственности. Поскольку все были в шоке от которой принесла Вторая мировая война. В общем это может быть не ходу войн, тем не менее человечество поняло, что оно где-то очень зашло на неправильном пути, потому что что-то не в порядке в этом королевстве. в этом мире и стали искать причину или ответ или путь по которому мы можем осознать и понять как нам здесь быть, как человечество может выйти на правильный путь. Поэтому вопрос ответственности для них для всех очень был существенен. Каждый человек, каждый философ или рав подходит к нему с другой стороны. Ответственность это условно важнейшая тема во всех этих философах, которые в то время общались в некотором общем кругу и Манитул хотя и называются философом, но этот вопрос для него тоже был очень актуален. Просто он выводы свои делает на основе тары, на основе мидрашей, а не со стороны то, что называется философ, у которого в общем еврейские философы у них тоже в основе тара и мидраши и так далее, но тем не менее их писания не исходят или их выводы не исходят из текстов, они исходят из внутренних ощущений философа, его рассуждения логических и так далее. Но это я уже тоже далеко от друга, но вообще просто подчеркнуть, что вопрос ответственности было условно очень-очень важен и для Манитул тоже, и он здесь тоже просвечивает во многих местах, что в конечном итоге означает решение уравнения братства. Особенно взять соответственно за слово. Да, Нихама, спасибо большое. Да, это уравнение братства надо сначала решить. Слушаться, чего базовые указания уже давно-давно даны. Люди бы между собой бы как-то все-таки попорядочнее, да, хотелось бы, Нихама. Вот это то, что от нас все-таки это то, что он нам как бы помогает, дал нам тору, он дал нам законы и дал нам моральные чувства, то, что называется телек божественно вдохнул нас. Что он вдохнул? Способность морали. И мы так вот на пути. На пути. Тогда дойдем внизу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. На следующей неделе мы не встречаемся, потому что я буду в пути из Дешковицы в Израиль. Во всяком случае, я не знаю, думаю, что у меня будет места, с которым я могла с вами встретиться. Ну, то есть через две недели встретимся. Спасибо.